Всего на территории Сочи находится 107 кладбищ. В прошлом году из них только 13 стояло на балансе города, остальные были общественные. Теперь по поручению главы города все погосты планируется перевести в муниципальную собственность. На данный момент за городом уже закреплено 25 кладбищ. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы организовывать качественное содержание погостов. А вот предоставлением ритуальных услуг в городе занимается около 20 предприятий. У каждого своя услуга, стоимость этой услуги. Но хочу подчеркнуть, что предоставление места для захоронения на наших муниципальных кладбищах будет осуществляться этим предприятием, созданным на бесплатной основе. Те предприятия, которые занимаются похоронным бизнесом, они еще осуществляют такую услугу, как подготовка места захоронения. И вот подготовка места захоронения, она несет основные затраты в стоимость на выражение полностью всей оказания услуги. Где-то эта стоимость варьируется от 36 до 50 тысяч рублей. Зачастую данный вопрос является предметом различных спекуляций. Чтобы прекратить это, по поручению главы города, одно из таких коммерческих предприятий было реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение. И теперь оно предоставляет бесплатный гарантийный перечень услуг по погребению. Он включает в себя все необходимое по процедуре захоронения. Это оформление необходимых документов, изготовление гроба, перевозка тела и подготовка могилы. Сумма услуг индексируется ежегодно. На сегодняшний день она составляет чуть больше 5 тысяч рублей. Эти средства поступают на счет специализированной службы в виде субсидий. Все это для граждан может быть совершенно безвозмездно. То есть граждане должны обратиться в специализированную службу по адресу Дагомысская 39 с заявлением о предоставлении гарантированного перечня. И в течение двух дней им будет предоставлен данный перечень услуг по погребению. Именно по такому перечню проводится и захоронение умерших, у которых нет близких людей. Конечно, как хоронить где и с какими почестями решать родственникам. И здесь важно не только создать памятную красоту, но и стараться поддерживать ее на протяжении многих лет, а также соблюдать правила поведения во время посещения культовых мест. Кладбище – это продолжение храма, это эти захоронения, захоронение верующих людей и вообще захоронение всех людей, какую бы они веру не исповедовали, идеологию, всегда являлись в сознании верующего человека местом священным. И отдавались особые всегда почести этому месту. Мы, когда приходим в храм, мы видим в храме благолепное убранство и соответствующую чистоту. И таким должно быть и кладбище. Если о храмах заботятся священнослужители и прихожане, то чистоту на могилах в дань памяти должны наводить родственники умершего. Кроме того, постоянно в субботниках принимают участие городские добровольцы. Частоту в памятниках героям поддерживают и учащиеся школы, вузов со всех районов курорта. Массовая уборка, как правило, начинается в канун Пасхи и 9 мая. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.